Всем здарова, народ! С вами Иван Дзинамит. В общем, у меня на часах 5.47 утра. И по точной информации, как мне сообщили люди из высшего слоя, у нас в Латвии скоро ведут локдаун. Но я взял и купил билеты в Женеву. А потом из Женевы я поеду во Францию. То есть каникулы зимние у меня будут ещё ого-го. А влог обещает быть интересным. Поэтому приятного просмотра вам. Короче, народ, я сейчас нахожусь уже в аэропорту. Меня тут дважды уже стопанули. Ну так, по мелочам. И скоро я пойду уже сам самолёт. Главное мне пройти, потому что у меня перевес. Но я как-то это решил. И в общем, скоро я буду в Женеве. Там меня заберут на машинке и потом я поеду во Францию. Так что движим дальше. Ну что, могу сказать, что это кайфово. Потому что у меня все три метра. Да и у окна можно съесть, сидела. У крыла всё безопасно. Так что кайфово, короче. Короче, народ, я почти весь полёт проспал. Но я уже приземляюсь. Ну что вы понимали, я прилетел, да? Я забыл договориться с людьми, которые меня должны забрать. Как, где и что это произойдёт. Ну в общем, сейчас будет весело. Всем ещё раз йоу. Прямое включение Сморзина. Это типа Альпа. Мы приехали сюда кататься. Конечно, у меня влог будет разнообразный, потому что я мало что снимаю. Но я много что снимаю на телефон. Поэтому влог-то точно будет. Смотрите, какой здесь прекрасный вид. Ты хочешь во влог, папа? А ты не снимаешь уже? Да. Ой. Окей. Человек, который обсыпает мне снегом. Всё, салют. Я сейчас нахожусь в Женеве. Не знаю, что вам тут поснимать, показать. Но покажу вам брендовые магазинчики. Там, например, есть Rolex. Дальше мы посетим магазины Versace, Louis Vuitton и что-нибудь, что-то подобное. В общем, мы подошли к магазину Versace. И мне надо тут отдать часы на проверку оригинальности. Если не оригинально, то я буду делать ремешок на ней. Поэтому, короче, пошли Versace. Я вам покажу, что там есть, какой выбор. Сейчас я подхожу к Louis Vuitton. Вот он, вот он. Но там вроде как снимать нельзя, поэтому надо снимать вкрытую. Всем доброе утро. В общем, на дворе 31 января. И как бы завтра Новый год, 2021. Все ожидают от него, чтобы он был лучшим. Все две недели, которые я здесь просыпался, посмотрите вот на вот этот вид. Это же просто, блин, большинство людей мечтают об этом. Это такое блаженство, это так кайфно. И будет, конечно, грустно отсюда уезжать, но как есть просто в Латвии сейчас вообще происходит такой пиздец. Но надеемся, что будет все лучше. Этот влог выйдет уже в новом году. Типа, всех с наступающим, всех с Новым годом. Всем здорово. Короче, прямое включение с Монтро. Это еще один город в Швейцарии. Сегодня я здесь нахожу последний день. Я поснимаю вам из-за красивого вида. Покажу здесь, что это за город. Ну, так, чуть-чуть, слегка, поверхностно. В общем, смотрите. Так, что бы вам порассказать тогда. На те люди, которые смотрят в меня с Латвии. В общем, путешествуйте. Это достаточно интересно, потому что, приехав сюда, я понял, что в Латвии настолько скучно. Это такая угрюмая страна. Но не будем о Латвии, будем о Швейцарии. Здесь настолько красиво, тихо, спокойно. И настолько все развито, что как бы здесь прям реально хочется остаться. Но учеба пока этого мне не позволяет. Поэтому будем учиться. А дальше путешествовать и развиваться. Короче, народ, сегодня мой последний день. Я улетаю через пару часов. Но на сегодня, как обычно, каждый год у меня теперь будет традиция. Надо будет искупаться в новом стране, где я нахожусь. Даже если там холодно. Окупаться я сегодня буду вот на этом прекрасном видео. Приключения на этот раз закончились. Они будут и снова, и снова, и снова. Чем-нибудь будет новеньким. В общем, все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчик. Слушайте комментарии. И всем пока-пока.